ну еще отдельно расскажу про источник бесперебойного питания вот в котел у меня входит обратка из дома холодная вода поступает по этой трубе и на этой трубе у меня висит насос который гоняет горячую воду по кругу то есть насос ставится уже на обратке скажем так на холодной воде чтобы насос не сгорел от кипятка не перегрелся он стоит на обратке то есть он уже холодную воду получается вталкивает в котел вот насос марка кто там английский знает грунт фос или гранд фос нормальный кстати насос хорошая марка хорошая модель он у меня работает уже четыре года безостановочно я его даже летом не выключаю то есть он у меня гоняет воду 365 дней в году почему не выключая потому что попробую только выключить какую технику потом ее уже хрен включишь это к любой технике относится даже машину если на машине месяц не поездишь потом ее хрен заведешь также и здесь я как вот четыре года назад включил его так он у меня безостановочно работает ну чтобы там лопасти как там или щеточки не засели не засорились да не закоксовались постоянно работает включенным у него есть три положения первая скорость вторая скорость и третья скорость вот то есть от этих скоростей будет зависеть как быстро будет вращаться вентилятор но тот лопасти внутри там в этой системе то есть быстрее будет воду гонять на втором положении на третьем положении будет еще быстрее воду гонять то есть вода будет циркулировать по системе гораздо быстрее но мне этого не надо мне вполне хватает первого положения вот как четыре года назад я включил его на первом положении так я его и ни разу не выключал и даже скорости никогда не переключал но естественно от скоростей зависит потребление мощности вот в первом положении он потребляет 50 ватт во втором положении 60 ватт и на третьей скорости потребляет 70 ватт ну как бы разница небольшая тут никакой экономии в принципе чё там копейки но мне этого не из-за этого не из экономии пользуюсь просто чтобы не перегружать сам моторчик во втором положении он будет под нагрузкой работать в третьем положении тоже под нагрузкой пусть он работает на минимальной нагрузочки и все четыре года без остановки уже крутит значит насос у меня подключен через вот такую штуку источник бесперебойного питания зачем он нужен нужен он для безопасности опять же потому что в котле создается давление когда он топится да и если что-то произойдет свет погаснет допустим свет выключат электрики насос перестанет работать насос перестанет работать в котле начнет температура подниматься если где-то там вода застопорится котел начнет кипеть здесь начнет все пышкой давление начнет выпрыскивать горячую воду оттуда а в худшем варианте если еще это не сработать система а дрова продолжат гореть температура поднимется выше 100 градусов и котел разорвет чтобы этого не произошло чтобы мотор постоянно работал при отключенном электричестве он у меня работает через вот такую штуку источник бесперебойного питания источник бесперебойного питания в свою очередь подключен к аккумулятору обычный автомобильный аккумулятор вот то есть вот смотрите у него 220 вольт питания идет в источник бесперебойного питания да вот входит сюда провод из источника ну и бесперебойник из него выходит уже вилка и питание идет на мотор на насос вернее вот ну и также отсюда штатный разъем вот эти провода в комплекте были отсюда выходят еще провода с крокодильчиками на аккумулятор то есть как система работает случае когда электрики что-то там начинает начинают ремонт проводить какие-то работы профилактические свет вырубают вот он тут же автоматически переключается на аккумулятор и начинают электричество брать ну питание брать вернее из аккумулятора и мотор продолжает работать безостановочно то есть вот эта штука может питаться как от сети 220 вольт так и от сети от источника 12 вольт но он там преобразует свою мощность какую-то я в электрике слабо разбираюсь я только сам принцип рассказываю как эта вся система работает вот то есть вот смотрите сейчас моделируем ситуацию а ну и кстати он еще выпрямляет ток вот у нас в сети сами знаете ток бывает и 200 вот кстати 200 до и бывает 170 и 180 и 160 бывает а бывает даже 220 ну как и должно быть по идее но бывает 230 240 то есть все вот эти перепады они вредны любому электроприбору как маленькое напряжение так и повышенное напряжение приборы часто вернее быстро выходят из строя перед таких перепадах он кроме как бесперебойник он еще и выравнивает напряжение вот видите он на входе получает вот такое нестабильное питание нестабильную мощности как правильно там в электрике называется а на выход на насос он уже подает на выходе из него выходит из этого источника ровное стабильное питание 220 вольт то есть он еще как бы выравнивает напряжение в сети или нагрузку как сказать вот он показывает у меня сейчас аккумулятор заряжен полностью сто процентов то есть если свет вырубят электрики мне он аккумулятора хватит примерно я засекал на 12 часов то есть они обычно днем вырубают и как раз вот на 12 часов не хватает чтобы вот эта система вся работала насос питается от аккумулятора почти пол суток какие-то синусоиды показывают я не знаю что это означает вот смоделируем ситуацию к примеру электрики выключили свет до в сети пропало напряжение сейчас розетку выдерну и смотрим что у нас произойдет так еще раз у нас он питается от сети вот это скачет все туда-сюда до входное напряжение прыгает так сейчас сфокусируется о входное напряжение скачет выходное ровненько 220 сейчас выключаем электричество приехали электрики делать ремонт бамс все он переключился на аккумулятор вот точно также он дает на выходе 220 вольт у него и звуковой сигнал то есть он сообщает что ау ау на помощь сеть пропала работа от аккумулятора ну и мотор продолжает дальше работать не знаю слышно не слышно как он гудит вот сейчас покажу документы как у него марка какие характеристики включу обратно его чтобы он не гудел чтобы он не перекал так оба переключился на электричество сам автоматически кстати да есть модельки которые вот так вот срабатывают от аккумулятора начинают питаться но при включении электричества они не заряжают аккумулятор то есть аккумулятор нужно откручивать нести на зарядку и где-то отдельно заряжать вот эта моделька она заряжает еще аккумулятор то есть он допустим весь день от аккумулятора работал аккумулятор высох все там уже пусто в нем да допустим включили электричество снова система переключается на сеть 220 вольт автоматически и он тут же автоматически по этим проводам уже начинает обратно подавать ток на аккумулятор то есть он сам же его и заряжает обратно то есть очень хорошая штука я вообще тут им ни разу ничего не откручивал они откручивал я как этот аккумулятор на машине заряжал то есть его еще можно использовать как зарядочник для автомобильного аккумулятора вот еще один плюс значит покупал я его через интернет в магазине все инструменты точка ру правда доставка у нас было только до соседнего города не пришлось туда ехать волокна ездил по делам заодно заехал забрал его так что-то у меня тут выпало а я не могу понять что именно а вот потерял штучку одну короче а у него кстати есть диск не в комплекте шоу это установочная программка для компьютера здесь можно подключить его я почитал инструкции можно через usb подключить компьютеру и сидеть дома наблюдать все вот эти показания какие он показывает там входная мощность выходная мощность короче дома наблюдать через компьютер так чё он у нас стоил по деньгам покупал я его в 2015 году то есть насос у меня сначала целый год работал просто от сети я вот мучился все время часто отключали электричество и пришлось купить вот эту штуку и год я мучился без нее потом через год купил бесперебойник и уже три года проблем не знаю вот покупал в пятнадцатом году в пятнадцатом году он мне обошелся за 8 300 почти вот моделька тут можете посмотреть кому надо на паузу поставьте и по этому названию можете найти в интернете почитать более подробные характеристики про него и чё там можно вкратце еще сказать чё у него есть а у меня получается вот у него линейка широкая там по выдаваемой мощности то есть сколько оборудования можно к нему подключить да вот к этому прибору у меня самый первый вариант то есть я изначально знал что у меня будет только один насос работать поэтому я взял слабенький вариантик у меня чем по 3 выдает максимальная выдаваемая мощность 320 ватт а у меня насос потребляет только 50 ватт то есть мне его по за глаза хватает этого бесперебойника я еще могу что-нибудь сюда подключить вот то есть диапазон без перехода на батарею он может работать от 140 до 275 вольт если будет меньше то он уже переключится на аккумулятор тут герц и чистота или что там не знаю выходное напряжение он выдает ровно 220 ну там плюс минус небольшой процент синусоиды переключается на аккумулятор в течение 4 миллисекунд то есть даже незаметно как он моментально мгновенно переходит переключается usb есть выход габариты вес тип а кстати вот смотрите кому кто будет если покупать вот на эту циферку в модели вот циферка 12 до это означает 12 вольт то есть все ему достаточно одного аккумулятора 12 вольтового если кто-то будет ну для таких для маленьких электроприборов этого вполне хватает 12 вольт одного аккумулятора если у кого-то там какие-то более мощные потребности если вы случае а если вдруг случайно купите допустим вот с такой циферкой болин фокусируйся быстрее 24 допустим да то вам уже придется ставить два аккумулятора 2 по 12 я изначально знал что у меня только один маленький прибор будет и мне вполне хватило 1 аккумулятора 12 вольтового если купите 24 то вам придется уже переплачивать и держать в наличии два аккумулятора так что на это обращайте внимание а тут есть вообще моделька чего-то получается 4 аккумулятора надо ставить ну соответственно и он уже мощность сюда можно навесить там кучу-кучу всякого оборудования мощность он выдает 2 400 ватт ну мне столько не надо вот температура хранения рабочая над уровнем моря высота ну вот такой приборчик очень полезна штука там внизу ссылочку я положу под видео ссылочку где покупал можете посмотреть кому интересно заказывайте покупайте все спасибо всем пока